И живописные полотна, и предметы быта – всё о великом человеке. В доме Гончарова открылась экспозиция под названием «Лев Николаевич Толстой» и круг писателей журнала «Современник». Выставка знакомит с литографиями, рукописями, документами и письмами. В зале также представлены уникальные экспонаты. Это игральные карты, хранившиеся в семье Толстых, и карандаш фирмы «Йохан Фабер», переданный музею потомками писателя. Карандаш, который является таким очень центральным здесь экспонатом, мы смогли его у хранителей наших забрать, чтобы тут показать. Взаимодействие с музеем шло в очень дружеской обстановке. Главным акцентом выставки является общий снимок сотрудников редакции журнала «Современник», сделанный по инициативе Толстого. Это фото, объединившее Толстого, Тургенева, Гончарова, Островского, Дружинина и Григоровича, хранилось в Ястомполянском кабинете. В «Современнике» буквально зажглась звезда Лева Толстого. В одном из выпусков была напечатана его повесть детства, которая вызвала неподдельный интерес у публики. Позднее были напечатаны набег, отрочество «Метель» и другие произведения раннего периода. Плаготворное сотрудничество с журналом продлилось шесть лет. В этот период Толстой огранил свой талант подобно драгоценному камню. В 1858 году соглашение, обязывающее его печататься только в «Современнике», было расторгнуто. Но даже покинув журнал, он сохранял верность идеям дорогой сердцу редакции. Стоит отметить, что творчество нашего земляка Ивана Гончарова Толстой глубоко ценил. Кто Толстой читал Гончарова? Читал и читал с удовольствием. Он слова такие, как «Обломощина», «Дойщина» в речи употреблял. Он своей барышней, в которую он был влюблен в это время, Валерия Владимировна Арсеньева, писал про «Чти обыкновенную историю, это прелесть, она прелестна». Государственный музей Льва Толстого в Москве – один из старейших литературных музеев России. Он основан в 1911 году по инициативе толстовского общества. В его фондах хранятся подлинные вещи, рукописи, портреты, фотографии писателя и его окружения. Выставка будет интересна всем любителям русской литературы, истории и культуры. Экспозиция в доме Гончарова будет работать до 31 мая. Виктория Черкова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.